Ну что, давайте продолжим. В прошлый раз мы рассмотрели структуру систем передачи информации, простейшие методы модуляции, ввели понятие решающих властей, сформулировали критерии идеального наблюдателя и максимума продукта в угле, рассмотрели в случае дворичной мультурно-импульсной модуляции, она же дворичная фазовая модуляция, если они будут не дворичные, то это уже не одно и то же, но в данном случае это уже не совсем наше дело. Ввели понятие отношения сигнал-шум, и обнаружили, что наиболее очевидный способ снижения вероятности ошибок, состоящих в пассивном повторении, не какой-то в пользу технических. Для того, чтобы получить какой-то выигрыш, нам нужно значить избыточность на уровне не одинных символов, а на уровне их букв. И для этого понадобится понятие кода. Кода для множества допустимых последовательностей символов, некоторого алфавитма. Но, соответственно, декодер – это устройство и программа, реализующая отображение информационных последовательностей в кодовые последовательностях. Соответственно, декодер – это устройство, которое по принятым сигналам пытается оценить, а что же такое там было вперед. Для этого, естественно, нужно знать модель канала передачи данных. Известны теоремы кодирования, доказанные по Душеннам в 1948 году, которые гласят, что при покупке передачи данных по каналу со скоростью больше, чем его пропускная способность, вероятно, скачинка будет большая. А вот если данные передавать со скоростью меньше пропускной способности, то можно обеспечить сколь угодно надежную передачу данных. Правда, как это сделать, в большинстве не скажу. И с тех пор народ был и предлагал всякие разные решения. Ну вот здесь приведены формулы для пропускной способности дектора каналов. Наиболее популярные каналы – наиболее двоящийся электричный канал и голосовый канал. Как в общем случае вычислять пропускную способность, об этом вам будет рассказано в площади теории информации, которые уже в регистрации происходят. этого, кажется, еще не было. Был этого и не было. Ну, значит, теперь есть. Нам нужно понять, а какая же вообще… Насколько хорошо мы кодируем дектора. Энергетический выигрыш кодирования показывает, во сколько раз использование кодирования позволяет уменьшить отношение сигнал-шум, необходимое для достижения заданной вероятности ошибки. Ну, как мы выяснили еще в прошлый раз, отношение сигнала-шум принято измерять в децибелах, и поэтому вот это снижение мощности, его привык говорят, что оно произошло не во сколько-то раз, а на сколько-то децибел. Например, вот здесь показана кривая вероятности ошибки без кодирования, это вот зеленая, и фиолетовая – это кривая вероятности ошибки, на бит с использованием нефтерового метода кодирования. Ну, и если посмотреть на вероятность ошибки, ну, скажем, 10-5, то тут она достигается на отношении сигнал-шум примерно 1,75 децибела, а тут примерно, наверное, 1,5 децибела, а тут, наверное, 9,75 децибела. Ну, и, соответственно, получается, что энергетический выигрыш равен 8,25 децибела. То есть, как это можно интерпретировать по-простому? Если посчитать, то окажется, что уменьшение какой-то величины в 2 раза эквивалентно в децибелах ее снижение на 3 децибела. Соответственно, здесь мы получили выигрыш 8,25 децибела, это, ну, где-то так примерно в 7 раз. Экономия. А вот здесь пара просит игрек в столб. Вероятность ошибки на битер, по-английски, битер рейт. При этом голубая кривая – это пропускная способность, придерживая. То есть, вот левее голубой линии – жизни нет. Голубая – это то, что обещал Шин. Теометра – это то, что мы осилили, ну, какими-то существующими веками, с какими-то ограничениями на сложность реализации. Соответственно, что это означает? Это означает, что тут, в принципе, можно в минуту выигрывать еще, ну, почти что-то децибела. Есть пределы для творчества. Почему нам не удалось получить оптимальную скиллу? Прежде всего, потому что здесь были использованы коды конечной длины. Чем длиннее код, тем меньше вероятность ошибки декодирования. При этом, естественно, что с увеличением длины кода также растет сложность соответствующих алгоритмов кодирования и декодирования. Растет задержка при образовании данных в кодере и декодере. И, естественно, что в бесконечности это все наращивание везде. Далее. Построить хороший код – это задача далеко не простая. Хотя, можно доказать, что почти все коды хорошие. Такое право. Почти все коды хорошие, кроме тех, которыми мы умеем пользоваться. Что значит умеем пользоваться? Для которых у нас есть очень декодательные кодики. И, соответственно, кодировщики, они как раз и занимаются тем, что пытаются найти хорошие коды, для которых имелись бы алгоритмы декодирования с низкой сложности. И, на самом деле, весь наш кодчик, он будет фактически про эти самые алгоритмы их сложности. Дальше. Построить оптимальный алгоритм декодирования, который декодирует в выход по максимуму правдоподобия, это тоже задача далеко не простая. Да и формально, конечно, записать такой алгоритм проблем не составляет, только сложность у него будет космическая. И для того, чтобы получить алгоритм с приемлемой сложностью, придется пожертвовать корректирующей способностью. Соответственно, еще одна задача – это как смысл. вот эти вот потери оптимальности, связанные с ограничениями возможностей. Ну и еще один вопрос, о котором не надо забывать, это то, что все вы, наверное, привыкли к компьютерам, у которых есть алгоритмическая сплавающая запятой. Инкобидация состоит в том, что эту алгоритмическую сплавающую запятой реализовать весьма непросто. Компьютер, если она есть, только по мощности она потребляет в нубль. И в реальность все эти алгоритмы декодирования реализуются с исполнением алгоритмических неподвижных точек. Такую неподвижную точку все знают. И это тоже влечет в потери точности вычислений и в результате в потери корректирующей способности. Это отдельная история, как построить алгоритм декодирования, которые допускали бы реализацию с алгоритмической неподвижной точкой без существенных потерь корректирующей способности. Так, это понятно? По вертикали у нас что-то? Бит, эрор, рейт, вероятность, ошибки на... Да, это вот это вот голубое линейк. Вертикальное. Почему она так как будто что, когда находится в месте пересечения у нас, граница шарма с декодированием? Или он не должен как-то лидии пробовать? Нет, значит, что гласит войне с ошибками? Она гласит, что если вы находитесь в правее нее, то вы можете обеспечить сколь угодно малую вероятность ошибки. Если вы находитесь в верее нее, то вероятность ошибки ограничена снизу некоторой положительной величины. Ну, вот она как-то ограничена снизу. А плюски, вообще, есть какая-то константа, каждый сводят за окажем. Да. Понятно? Одна из наиболее популярных моделей канала это канал с индивидуальным делом доросовским. Мы передаем нолик на единички. Нолик мы передаем, например, как минус один, и единиц мы передаем как плюс один. По всему этому в канале прибавляется нормальная распределенная случайная величина с нулевым отожиданием и какой-то там дисплеер. есть два подхода к организации приема. Классический подход, известный как жестко диказированный, состоит в том, что мы сначала пытаемся по отдельно взятым и грехитом оценить икс и дэ, то есть самый ровный с нулем, и минус или единица. А потом пытаемся исправить ошибки в этих решениях. Но такой подход, он сопряжен с очень большой потерей информации о принятых сигналах. Действительно, если вы передавали плюс-минус единицу, а на выходе канала вы наблюдаете 0,3 суток. На что больше похоже? Это больше похоже на единицу. Но и от минус единицы она, вообще говоря, тоже недалеко ушла. Поэтому было бы крайне желательно, чтобы декодер, он понимал, насколько надежны те решения, которые подаются ему на вкус. И учитывал это при исправлении ошибок. И поэтому сейчас практически везде, где-то, при рисунке, используют мягкое декодирование, в котором декодер, он непосредственно использует или увеличение Y-киты, ну или некие другие значения, которые с ними напрямую связаны. Давайте посмотрим, чем это все грозит. Чем грозит использование жесткого декодирования вместо мягкого декодирования. При жестком декодировании канал с эдитивным белым калосовским шумом фактически превращается в двоичный симметричный канал. С вероятностью ошибки вот такую. Я помню, откуда эта формула взялась. В прошлый раз мы ее реагируем, и интеграмы рисовали. Знаете, вот, пока, мы не увидели. Могели канала и говорили, что этот шум, белый галосовский, он с такового спидвеней не берет. С нормального, с ожиданием 0. С ожиданием 0 и дисперсия сиба в квадрате, которая есть, на самом каком-то из слайдов раньше было указано, что это выбранная стандартная форма. То есть там сигма, это не единица всегда? Ну, на самом деле, это не особо, в принципе. Вы можете либо зафиксировать дисперсию шума, равную единице, и вместо этого домножать вот этот сигнал на какой-то пизице. С таким же успехом вы можете пизице отложить равную единицу, как написано тут, и менять дисперсию шума. На самом деле, вероятность ошибки, она зависит от отношения сигнала, отношения квадрата, отношения вот ожидания квадрата сигнала, в данном случае это будет подсоединиться, к ау-роте, от самой дисперсии шума. То есть, в принципе, можно делать так легко. Да, так вот. Если мы свели наш аффективный геоузовский канал или канал с аффективностью геоузовского фума к двоичному-симетричному каналу, мы имеем в жесткие решения, то пропускная способность, она у нас получилась какая-то вот такая. Откуда взялась эта формула? Ну, для этого надо просто взять и разложить функцию логарифа, а вот ряд выбора. Ты знаешь, что я говорю от пейлора. Вообще, в домашнее задание, я положусь убедиться в том, что действительно получается вот так. единица минус и терапия. Ну, так, единица минус и терапия. У от х это, получается, примерно вот такая вот вещь. Ну и что у нас получается? Если подставить вот такую вот аппоксимацию функции у вот сюда вот, то у нас получится, что достижимая скорость передачи данных, она будет ограничена сверху вот такой вот величинок. или если пересчитать это все в отношении сигнала шума на бит, то получится, что отношение сигнала шума на бит должно быть не меньше, чем вот такая вот вещь. Это получается 0,37 децибил. А если отмотать сюда, то вот в таком канале можно было обеспечить надежную передачу данных для отношения сигнала шума на бит не меньше, чем минус 1,59 децибил. Что это означает? Это означает, что, используя жесткое декодирование, мы теряем почти что 2 децибилы по сравнению с этим декодированием. Много или? 2 децибилы это много. Вот это 100. Нет, это не 100 раз. Какие-то 2 раза с копейкой? Нет, это чуть меньше, чем 2 раза. Но все эти энергозатраты, они, например, в случае в обе или связи, они сразу так притекают во время жизни металли. Уберечь время жизни металли, хотя бы даже на 10%, это уже большое достижение. И вот, когда ведут какие-то активности по стандартизации всяких разных систем подбородящих данных, то в альбатом идет даже за десятые доли децибил. Поэтому выбрасывать на ветер 2 децибилы на это никто не пойдет без веских на то оснований. А какие могут быть основания? Основания могут быть, может быть, только одной сложности. Для того, чтобы... Если у вас жесткое декодирование используется, то практически такой декодер, он внутри себя может работать только с битиками, с локами единичками. Ну, наверное, еще немножко более общей модели используется, но дело, что не меняется. А если вы делаете мягкое декодирование, то придется вам работать или с числами сплаващего языка, или с числами с неподвижностью. Допустим, точка. И это, естественно, будет продукцию в реализации. Поэтому... Это число неподвижных, ну, число, с кит-фиксов поем. То есть они принципиально чем-то отвечают на свободу и целых? Ну, нет, по сути дела, это есть. Те же самые целые числа. Но одно дело целые числа, а другая, и вы будете тренинные. Если у вас есть перспективные целые числа, то в нем восемь декодирование. Сработать с ним ровно в восемь раз сложнее, чем с одиночным. Опять-таки, если речь идет о вычислениях на компьютере общего назначения, то это, конечно, никакого значения... Это невозвлечимо. Но если речь идет о... Какие-то там... ...помбире телефона, и, кажется, не мучка них, то это все равно становится очень ярче. То есть, как-то даже аппарат на декодирование, что ли? Ну, потому что в компьютере, на меня, опять же, они часто представляют, что это самый соучительный. И вообще... На самом деле, декодеры, они в звездных задачах, как правило, реализуются в инженерии. Сейчас в профиле инфардах стали популярны системы программно-определяемого варианта, где они реализуются в СОПТ. И, действительно, реализация в СОПТе, она позволяет, ну, скажем так, реализовать намного более сложные алгоритмы, и в этом смысле дает передачу инфардинических. Но не надо забывать о том, что если речь идет о реально больших скоростях передачи данных, ну, да, на порядке, не знаю, 600 галит в секунду, это, конечно, сгоняемое молоко, которые сейчас 1,5 секунду делают, там никакого тогда близко не жало. Вопросы стоят в том, а как сделать алгоритмы, которые можно бы не реализовать в таких крайне жестких услугах? И считать себя особо не на чем, да и время не будет считать. Вопросы есть? Да. Так, вопрос. А что делает декодер? То есть он нам дает оценку X-IT, ну, X-IT и шапочек. Значит, декодер, он берет некоторое количество вот таких вот оценок X-IT и оценивает уже все кодовое слово слегку. То есть он эти несколько хотели оценивать и по сроку кусили. Таким образом, если речь идет декодер-канал или декодер-мола. То есть на выходе канала на нем стоит демодулятор, который или формирует вот эти вот отдельно взятые оценки X-IT или, ну, скажем так, нечто связанное с этим Y-IT. То есть вопрос стоит в том, чтобы взять много Y-IT и их сразу блоком расходировать. Или по одному битику, ой, по одному... По одному этим занимается демодулятор. То есть если вот мы отмотаем самое начало, то вот X-IT с крышкой им делают демодуляторы. Ну, на самом деле, Y-IT на самом деле тоже, потому что в канале они представляются в виде крышки вполне природной функции времени. А вот уже декодер, он берет некоторое количество вот этих вот X-IT с крышкой или Y-IT, и по ним формирует оценки уже блоков информации. Блоков, да. Понятно, спасибо. Декодер-сточник, а мы сейчас сообщили от вам. Когда я в результате выдаю слово декодер, мы молочайно будем занимать свой докторант. Да, именно так. Скорее, сквозь каналов. Кодер-декодер-сточник, количество бит, который берет декодер-каналов, отделяет систему. Количество бит, который берет декодер, это зависит, во-первых, от того кода, который используется, и от того, скажем так, который используется. И к этим. Все понятно? Еще одним параметром, как реализующим такого рода системы, является витальная эффективность. Ну, с этой простоты будем рассматривать идеальный частотно-объемниченный золотовский канал. Вопрос. У кого-нибудь, что-нибудь типа теории автоматического управления ПЛО у кого-нибудь? Мы очень здесь, да. Грая философия. Но, в общем, когда не будем даваться по деталям, мы будем считать, что у нас вот есть просто передаваемый сигнал, и к нему добавляется доопустки. Если вычислить преобразование ПЛО от передаваемого сигнала, то оказывается, что оно существенно отличное от нуля, но в каком-то диапазоне. И вот этот диапазон называется полосой частот занимаемых сигналом. Он зависит от длительности символного интервала, от использования сигнального импульса и много чего еще, что не является предметом нашего рассмотрения. Но, как бы там ни было, в конечном итоге у нас есть вот эта вот ширина полосы частот полиэтиллера, которая занимает сигнал. И с помощью вот этого сигнала мы передаем данные с какой-то там скоростью r. И отсюда возникает параметр спектральная эффективность, то есть отношение скорости к спектральной улучшению спектральной полосы. Ну и опять-таки из прямой теории выходирования можно доказать, что вот эта вот спектральная эффективность ограничена сверху вот такой вот величинной. Ну или отсюда получается, что если у вас есть спектральная эффективность бета, то для того, чтобы обеспечить передачу данных, нужно, чтобы отношение сигналов на бит было не меньше, чем вот такая вот битч. Вы, наверное, читали в таких разных новостях о том, как разные операторы связи ведут поталии за частотный спектр. Там, в частности, сейчас пытаются увеличить диапазоны ДКЧ. Слышали про такое? Да. Собственно говоря, война как раз идет за тот диапазон частотной опыте, где можно разместить ту самую полосу частот, которую будет использовать система, ПНЧ. Поскольку всяких разных систем связи развилось огромное количество, частотного диапазона катастрофически не хватает. И в первой связи платят на него большие деньги. И даже с большими деньгами далеко не всегда не удается получиться. Что там для ней измерения такая была секундно-грубная герц. А для лицепозона? Да. Значит, смотрите, что у нас получается. Скорость. Это сколько бит в секунду мы передаем. Шестота измеряется в герц. Ну, действительно, секунду умножить на герц, то все сократится и получится безразмерная величина. Но, скажем так, для того, чтобы для понимания физического смысла, как правило, все-таки указывают вот именно такую вот величину. Хотя, в реальном смысле действительно получается безразмерно. W-W это ширина. Вот при замке у вас и частот занимаемый сигнал. ширина должен вернуться в принципе. Продвигаемся дальше. На прошлой лекции мы ввели критерии идеального наблюдателя и критерии максимума противопознания. Поскольку передаваемые сообщения ИРПЛ все-таки равноверно, то наиболее интерес представляет именно критерии максимума противопознания. Кстати, а критерия максимума противопознания о чем состоит? В принципе, это что-то здесь крайнейшую область, но это часть на станции, которые не говорят в этом сигналу больше, чем меня в этом степени. А критерия максимума противопознания состоит в том, что при принятии такого-то сигнала Y мы принимаем решение к фунту такого X, для которого P от Y при условии X было бы максимальным. P было такое? Да, в прошлый раз. Да. B в условной вероятности. Условная вероятность это, конечно, хорошо, но построить эффективные алгоритмы декодирования, которые использовали именно по вероятности, это задача, в общем-то, весьма непростая. поэтому получили распространение другие критерии, которые могут быть, а могут и не быть эквивалентны к критерии вообще-то подобных. Ну, из них наибольший интерес представляет критерий минимального расстояния. Есть некоторая функция расстояния, и декодер ищет кодовое слово, которое было бы ближайшим к приметной последовательности. Ближайшим в каком-то смысле. В каком-то смысле обсудим чуть-чуть. Первый. Второй. Физичное декодирование. Иногда бывает полезно найти не одно кодовое слово в ближайшее приметной последовательности, а несколько кодовых слов, которые были бы к ней достаточно близки. Что делать с этим списком? Ну, тут варианты могут быть разные. Может быть, есть какая-то дополнительная информация, которую можно привлечь, чтобы понять, что бы быть правильное кодовое слово из этого списка. У меня вопрос про критерий минимального расстояния. То есть, критерий минимального расстояния это для какого-то сигнала вы будете нуждавать ближайшее слово как ближайшее кодовое сумму. В каком смысле ближайшее? Сумму чуть лучше. Да, простите. По поводу второго предпочитания. Предположим, что вы знаете, что через канал к вам передавали например, какой-то продукт и документы. Продовые документы имеют какой-то поле определенный формат. Вот вы продекодировали, получили список под максимумов соответствующих информационных ректоров и измодультия на пользу этих информационных ректоров действительно является любятом родовым документом. Но как правило списочное декодирование его все же используют как составную часть каких-то более сложных декодеров в тех случаях, когда оптимальный декодер реализовать невозможно. Как именно это делается обсудим в месяц архит. Дальше. Побитый декодер это критерий идеального наблюдателя для отдельных символов кодового слуха. Мы пытаемся глядя на всю принятую последовательность оценить чему были равны отдельные ее символы. С учетом того, что передавалось что попало кодовое слово какого-то символа какого-то символа китера или символа, которые мы передаем китерам? Возможно разные варианты, но в простейшем случае декодерий. И вот у нас есть 100 таких принятых символов прикрытых и глядя на все эти 100 и прикрытых мы думаем и гадаем а чему равно х нулевое. Х нулевое. Х нулевое. Х нулевое. То есть поломбранеление на х нулевое. Ну, да, ну, я бы сказал. Очень часто при этом это дополняется вычислением логарифмических отношений к правдоподобию для отдельных символов. Что такое логарифмическое отношение к правдоподобию? Это логарифм отношения вероятности того, что некоторый символ был равен нулю при условии наблюдения принятой последовательности к вероятности того, что этот символ был равен единице при том же самому условии. Говорят, что такое логарифмическое отношение правдоподобия можно начинить вот по такой форме. Это правда говорят. Логарифм отношения вероятности того, что символ ци равен нулю при условии у к вероятности того, что символ ци равен единице при том же условии. ци это кодовые слова, то есть вектора, а ци это отдельные символы с самого кодового условия. А, это сумма по всем кодовым словам на этой позиции стоит ну и может. Именно так. Это правда? Некоторый алгоритм называется алгоритм полного декодирования по критерию Х, если он способен найти решение соответствующей активизационной задачи для любого возможного принятого сигнала. декодирования к сожалению простых алгоритмов полного декодирования их я не могу. Вопросы есть? теперь по поводу простых ну или более строго метров функция D называется метрикой если она неотрицательна равна нулю только если ее аргумент H1 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 она симметричная функция своих аргументов и на нее выполняется неразь метрикой ну и соответственно электрическое пространство это множество с определенной на нем метрикой какие можно провести примеры расстояния ну пример расстояния Хеммельда слышали про такое? расстояние Хеммельда между двумя вторая называется число позиций в которых они различаются оказывается что декодирование по критерию минимального расстояния Хеммельда эквивалентно декодированию по максимуму продоподобия по двоичному симметричному каналу как в этом убедиться? давайте возьмем критерий максимум продоподобия для двоичного симметричного канала как мы видим нам нужно максимизировать по всем возможным подобным словам вот такое произведение вероятности то есть это вероятность получить на выходе канала Y и T при условии того что на входе канала было C и T что такое двоичный симметричный канал? это канал по которому передаются нолики и единички с вероятностью P передаваемые символы портятся которые сменяются на противоположные с вероятностью 1-P они не портятся с того чему равна такая вероятность она равна произведению по всем принятым символам вот таких вот вещей если Y было равно C то есть ошибки не произошло то тут получается ноль а тут получается единица получается единица минус вероятность того что ошибки нет а если Y не равно C то Y минус C равно плюс минус единица стало быть тут у нас получается показатель ноль а тут один получается P кстати вы вообще согласны? ну и если это все как следует перегруппировать то получается вот такая вот вещь мы занимаемся максимизацией всего этого хозяйства по C если вероятность ошибки меньше чем 0,5 то вот эта штука она меньше единицы и вот такая максимизация эквивалентна вот такой минимизации с этим все согласны? получается что в дворечном симметричном канале декодирование по максимуму подобия эквивалентно декодированию по пределью минимального расстояния хринга эквивалентно или нет? звучит когда? отлично дальше расстояние эквивалентна но, думаю, что оно знакомо еще со штуком и оказывается, что декодирование по критерию минимального расстояния эквивалентна выспешивает декодирование по максимуму подобия в аддитивно джаутсисных анализ амплитудной эквивалентной модуляции это мы и докажем на упражнение а кто-то может быть даже запрос на упражнение декодирование было такое упражнение нет он, значит, сегодня расстояние оно определяется вот таким вот образом и оказывается что декодирование по критерию минимального расстояния ли является оптимальным при декодировании по максимуму подобия в случае аддитивного гауссовского канала с кричной фазовой модуляции что такое фазовая модуляция переносигнальное множество то есть множество передаваемых сигналов представляет собой комплексные числа с нормой 1 то есть расположенные на единиче 1 еще одно расстояние ранговое расстояние оно определяется на множестве матриц и расстояние между двумя матрицами определяется как ранг разности этих матриц ну когда это выглядит некошной экзотикой но на самом деле оно оказывается полезным при декодировании сетевых кодек как работают компьютерные сети ваша физа все знают есть там всякие транзитные узлы и пакеты пересылаются от одного кранзитного узла к другому кранзитному узлу оказывается что такой подход он далеко не оптимален с точки зрения пропускной способности всей сети можно существенно повысить эффективность компьютерной сети если разрешить транзитным узлам выполнять преобразование проходящих через них пакет например пришел на вход транзитному узлу два пакета один пакет это далеко по одному интерфейсу второй пакет по второму интерфейсу транзитный узел взял их фоксорен и отправил его третьим интерфейсом оказывается что таким образом можно существенно повысить эффективность компьютерной сети это совсем недосушливое установление в славном городе Гонконге развернута система фетилового котирования которая занимается то что называется умным городом на каждом фонарном столбе висит некое устройство которое фиксирует температуру воздуха влажность воздуха загазованность ветер видеокамера подключена еще черт знает что и все вот эти устройства обмениваются между собой передают данные в центр управления посредством некого протокола на основе сетевого котирования и оно как-то работает более как это основные государственные Китая решили недавно перебросить воду из южных полиции в север выкопали канал этим каналам надо как-то управлять насосами штузами запорами и тому подобное но мы поначалу сделали постаринки то есть провожили вдоль канала кабели и посредством этих кабелей третовали там всякие данные до сюда но постояли эти кабели недолго и их украли украли их один раз украли их второй раз в какой-то момент это надоело и они организовали систему связи с этими датчиками управляющими устройствами на этом канале на основе сетевого кодирования работает не ворует подать счет что там беспроводная сеть во-первых она беспроводная во-вторых для того чтобы она была эффективной это самая беспроводная связь нам как раз используется сетевой кодирование получится использоваться как и любой другой сетевой любая добрая сеть она тоже используется сетевое кодирование ну пока что сетевое кодирование оно только начинает переделяться оказывается что наиболее эффективно это сетевое кодирование именно в случае радиосвязи хотя и на камерах тоже его могут реализоваться в случае радиосвязи там некоторые вопросы решаются автоматически садимся в результате после 10 сих процессов чуть-чуть больше трех кабелей как в среднем ну просто личная надежность на самом деле увеличение количества кабелей оно далеко не всегда повышает надежность чем больше каких-то составных частей тем больше что что-то сломается и что-то как-то испортится на самом деле тут у нас запланировано такое капитативное производство на весенний семестр в основном будет продускающая система хранения данных но как составная часть там будет сетевой кодиров который используется в том числе для этих систем хранения считается что это реклама так ладно вопросы есть? такие бывают коды ну вообще нам нужно внести передаваемые данные исключенности и потом ее как-то использовать для исправления ошибок и вот в многоязычной литературе есть такой очень интересный текст то есть как бы исправление ошибок заранее нужно заранее позаботиться о том чтобы обеспечить возможность исправления ошибок вопрос следует в том а как организовать самое внесение ну вот для простоты будем считать что входной и выходной алфавит и кодера совпадают кодер это 0 это 1 и есть два основных типа куб блоковые коды они преобразуют блоки из к-символов в блоки из н-символов причем преобразование отдельных блоков выполняется независимо он съел кодер кодер потом еще кодер из кодер срочные коды или в более общем переводительные коды они преобразуют блок из к-символов в блок из n-символов причем это преобразование зависит от предыдущих блоков в общем в общем случае если блоки содержат несколько символов на практике часто оказывается что берут только один или несколько битов то есть в случае блоковых кодов кодер реализует функциональное отображение данных кодовых словам в случае с радужных кодов он реализует автомат отображение только автоматное отображение все знают конечный автомат все слышали в данном случае у потера есть какая-то память и он очередной блок дат кодирует с учетом того что он кодировал раньше ну казалось бы второй случай он является более общим и наверное с помощью него можно было бы получить какие-то лучшие результаты всем так кажется его и всем ну потеряешь один блок ну да такая возможность есть но на самом деле можно преодолеть ну возможно это будет лучше потому что если в предыдущем было на две ошибки больше то по следующему мы сможем понять какой был правиль в предыдущем ну да по идее это конечно так но вреда состоит в том что для того чтобы это использовать нужно опять таки в диподере предусмотреть какую-то учесть как-то вот эту память и оказывается что учет такой памяти имеет сложность экспоненциальную от объема этой самой памяти состоит в том что этого конечного автомата экспоненциальную большую вещество состоит экспоненциальная от объема его памяти то есть если этот автомат помнит два предыдущих видов значит у него четыре состояния а если он помнит 100 видов значит у него два сумки состоит и сможете она быть пропорциональна самому состоянию и поэтому с учетом ограничений на сложность оказывается что намного проще построить хорошие блокберные коды построить и подекодировать чем пытаться декодировать сейчас также появился еще один класс кодов называемые бескоростные коды которые кодер употребляют какое-то конечное число и порождает потенциально бесконечные последовательные закодированные символы зачем это используется это используется например в сценарии мультикастер что такое мультикастер все знают да да есть какой-то сценарий который транслирует транслирует что-то там и транслирует это беда состоит в том что один получатель потеряет какие-то одни пакеты второй получатель потеряет какие-то другие пакеты если получательные лога то окажется что каждый пакет будет кем-то потенциал ну и почти каждый если стоит задача организовать надежную доставку то придется практически повторять передачу всех данных причем еще и неоднократно что естественно неэффективно и оказывается что это можно преодолеть если использовать вот такие вот бесскоростные коды требуют уже системы с обратной связью а вот в том-то и дело что не требуют то есть можно даже без обратной связи обеспечить сколь угодно надежную доставку что-то даваемого сообщения он же надежный достаточно синтетический то есть там да именно так в то время как классический вот какого надежного митика стоит и без обратной связи не могу жить так вопросы есть нет каковы основные параметры ну прежде всего это длина то есть сколько каких данных кодов рождает за 1 и для того чтобы обеспечить исправление ошибок нужно чтобы далеко не все возможные последовательности были кодовыми словами дальше мощность это число различных кодовых слов скорость это сколько полезных данных в среднем содержится в одном закодированном символе если у вас есть м кодовых слов то с помощью них вы можете представить логарифом логарифом по основанию 2 м бит иногда скорость измеряют не в битах а в символах поэтому здесь в общем случае написано логарифом по основанию мощности алфавита x дальше минимальное расстояние называется минимальное расстояние Хемминга между его различными кодовыми словами как вы уже выяснили декодирование в личном симметричном канале эквивалентно декодирование по критерию минимального расстояния Хемминга и интуитивно понятно что чем ближе метки хемминга расположены два каких-то кодовых слова тем больше вероятность того, что мы их предкодирование перепутаем соответственно хочется чтобы кодовые слова находились друг от друга как можно дальше и поэтому стоит задача построения кодов с наибольшим возможным минимальным расстоянием хемминга в шар радиусе минимальное расстояние минус 1 описанный вокруг любого кодового слова не содержит никаких других кодовых слов с этим все согласны с другой стороны если мы рассмотрим хемминговы шары радиуса d-1 пополам описанные вокруг каких-то вокруг различных кодовых слов то они не пересекаются вот например здесь есть красное кодовое слово жирное и голубое кодовое слово фактически двухмерное хеммингово пространство это кодовое слово 0 0 а это кодовое слово 1 1 1 дальше с прыжочками поменьше показаны те вектора которые попадают в хемминговы шары радиуса 1 описанные вокруг этих кодовых слов ну и видно что эти два хемминговых шара они пересекаются соответственно если в результате канальных искажений исходное кодовое слово преобразовалось в одну из точек таких вот хемминговых шаров это такого хеммингового шара описанного вокруг этого же самого кодового слова то оно может быть однозначно и правильно восстановлено декодером реализующим критерии минимального расстояния хемминга с этим все согласны? вот кодовое слово слово ц мы его перевели по 2800 канала и если в результате канальных ошибок получился какой-то вектор находящийся в пределах вот этого хеммингового шара вот такого радиуса с центром в том же самом слове ц то декодер по критерию минимального расстояния хемминга он восстановит это самое слово ц да с этим все согласны? отлично то есть код с минимальным расстоянием хемминга d способен исправить вот столько ошибок d-1 попал за вторую часть снизу вопросов есть? ну конечно хорошо вопрос как он пользовался на отличная сценария нужно закодировать 500 бит дат сколько кодовых слов для этого понадобится в общем случае чтобы кодировать даты по 500 бит на 500 степени хранить два 500 степени кодовых слов естественно представляется в одном инициативе 500 это еще скромное значение поэтому хотелось бы иметь какие-то способы компактного задания и здесь на помощь приходят линейные блоковые линейным кодом c называется камерное линейное подпространство n-мерного векторного пространства над полем g поля Гуа вы разберем были конечные поля? конечные поля только на практике да но скажем так пока что будем довольствоваться полем Гуа из двух элементов думаю где-нибудь через месяц рассмотрим другие поля да ну что такое линейное пространство и мы узнаем все стало быть что у нас получается число кодовых сумм в таком коде это будет q в степени k ну нет в четвертичном кодове в степени k параметр k называется разбивностью кода отношение k это у нас получается скорость если у нас есть линейное пространство или подпространство то у него должен быть базис давайте выпишем все элементы этого базиса в виде страсс матрицы g и получим k на n порождающую матрицу линейного блокового так что все коновые слова могут быть получены как произведение x на эту самую порождающую матрицу к этому все согласны у нас получается что исход меньше чем исходные исходные данные это у нас x вот у нас блок мы их и получили энд и н больше чем к исходные данные исходные данные исходные данные это x было у нас к получилось n и далее полезно также определить проверочную матрицу это такая матрица h что для любого кодового слова произведение c на h число строк проверочной матрицы оно должно быть не меньше чем n-k иногда оказывается полезно строить проверочную матрицу с линейно-зависимыми строками это в некоторых случаях позволяет упростить всякие разные декодирования и порождающая матрица связана с проверочной вот таким код соотношения это всем понятно можно понимать что вся линейный боковый код имеет множество различных порождающих проверочных матриц которые могут быть удобно и полезны для тех или иных приводов если у нас есть два кода таких что кодовые слова одного кода получаются перестановкой символов кодовых слов другого кода и может быть для умножения на какие-то недолевые константы то такие коды называются эквивалентами дальше с помощью элементарных операций и перестановок порождающая матрица линейного глупого кода может быть приведена к линейному содержащему единичную подматрицу слева и какую-то матрицу а справа чем хороша такая матрица тем что если вы возьмете какой-то информационный вектор х и умножите его на матрицу то получите кодовое слово содержащие этот же самый вектор х в качестве своей части такое кодирование называется систематическим тем что на основе можно очень легко выписать формулу для проверки ну и действительно она получается вот такая я согласен с тем что вот такое g умноженное на такую аж то есть вместо того чтобы хранить q в степени к различных ходовых слов мы храним лишь k строк этой самой порождающей матрицы можно что как стоит понимать как gf gf это поле 2 содержащие q элемент ниже конечное поле степень м да ни в коем случае не надо путать gf в степени м скобочка и gf введем много за спуск то есть вот это и вот это это принципиально разные математические структуры подробнее об этом будем говорить ну где-то на месте через полтора пока что будем удовольствоваться полем була из двух элементов то есть яблушка сложение х уложение кулической вектора а вот там наверху есть скобки и k в степени это в данном случае означает декоратовый стиль то есть куличные векторы длины k здесь тема означает совсем другую еще вопросы есть да 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 минимальное расстояние минейного локового круга по определению это минимум по всяким разным ходовым словам c штрих c на штриха расстояние криминга между нижней х утверждается что это то же самое что минимальный вес ненулевого ходового скобка какой там мизицы там всегда но прежде всего поскольку линейный код это линейное пространство в нем обязан быть нулевой кодовый скобок дальше если у вас есть два вектора xe то чему равно расстояние хеминга его можно определить как вес хеминга разности этих векторов то есть число ненулевых позиций в разности векторов согласны соответственно можно здесь вот это переписать как d от c штрих минус c а это получится нечто оно как льез c штрих минус c два штриха поскольку c штриха это кодовые слова то их разность это тоже кодовая основа здесь как раз и получается то что это все согласны дальше если h это проверочная матрица кода длины n то код имеет размерность n-r тогда и только тогда сокращенно тогда когда существует r линейно независимых столбцов матрицы h а любые r плюс один столбцов линейно зависит ну то есть если матрица h имеет рамки то есть поступки с этим все согласны? ну да да если она имеет рамки то ее можно точно так привести вот к такому виду и вывезти из нее врождающий матрица g которая тоже будет полного ранга равного инвенестора матрица h она тоже какое-то пространство задает да действительно пространство строк матрицы h называется кодом дуальным к коду для которого была определена проверочная матрица не алгебра такое пространство да это называется или ядро вот этого пространства или его нулевое пространство индивидуальное пространство есть разные подходы к его именованиям так да дальше если h это проверочная матрица кода длины n то этот код имеет минимальное расстояние d тогда и только тогда когда любые d-1 или менее столбцов матрицы h линейно независимы но существует d линейно зависимых столбцов смысл убеждения все уловили почему почему ну а ну на самом деле все проще как мы определили код мы определили код как множество векторов y таких что при умножении на что на стране у нас получается ну что значит что в кодовом слове есть что в коде есть такое-то кодовое слово веса w это означает что если мы возьмем соответствующие столбцы проверочные матрицы домножим их на коэффициент соответствующий не нулевым символом кодового слова и сложим то получим доль согласны что значит что код имеет минимальное расстояние 2 это означает что в нем есть нулевое кодовое слово в нем есть кодовое слово веса d а кодовых слов никакого веса от единиц до d-1 включительно нет то есть как бы мы не дужились просуммировать составить взвешенную сумму из d-1 или менее столбцов матрицы которая была поравна нулю до d-1 что есть первая часть этого утверждения дальше что значит что существует кодовое слово что у кода минимальное расстояние d значит в нем есть кодовое слово веса d вот мы давайте возьмем это кодовое слово посмотрим где у него там стоят и нулевые символы возьмем соответствующие столбцы проверочной матрицы домножим их на эти ненулевые символы и сложим и коль это кодовое слово значит получится ноль а что это значит это означает что существует д или нет зависимых столбцов матрицы а все поняли вопросы есть можно еще раз сказать что значит что у кода минимальное расстояние d это значит что в нем есть нулевое кодовое слово есть кодовое слово веса d но нет кодовых слов веса 1, 2 и так далее это d-1 что значит что значит что в коде есть что значит какое-то кодовое слово это означает что если мы возьмем ненулевые элементы этого кодового слова домножим их на соответствующие им столбцы проверочные матрицы и сложим то получим нулю что значит что нет кодовых слов веса не нулевых кодовых слов веса меньше чем ты это означает что мы никак не можем получить нулевую линейную комбинацию равную нулю d-1 или менее столбцов проверочные матрицы то есть любые d-1 или менее столбцов проверочные матрицы линейно независимы с этим согласны? ну а раз есть кодовое слово веса d значит существует способ построить такую линейную комбинацию из d столбцов проверочные матрицы которая была бы равна нулю то есть d столбцов существует для линейно зависимых столбцов понятно? отлично дальше границы символтона для любого линейного кода длины n размерности k с минимальным расстоянием d справедливо вот такое соотношение откуда это следует? ранг матрицы а что это такое? это максимальное число линейно независимых столбцов он никак не может быть больше чем ее ранг по строкам то есть а-к ну и с учетом вот этого утверждения это как раз получается согласны? на упражнениях мы вроде бы доказывали границу синглотона для производных кодов было такое ну если не было сегодня граница синглотона для производных кодов гласит что число кодовых слов куличного кода длины n с минимальным расстоянием d не превосходит вот такой вот вещь в данном случае в случае линейных кодов надо просто вырезать отсюда к и получить то же самое число кодовых слов в такую же степень к понятно? те коды для которых граница синглотона выполняется с равенством называют разделимыми кодами с максимальным достижимым расстоянием или мдр вопросы есть? ну давайте посмотрим какие нибудь простейшие коды пусть дана обратимая квадратная матрица она порождает код длины n к размерности n с минимальным расстоянием 1 я вообще согласна то есть ее линейное пространство ее сток это множество всех куличных векторов длины n эти вектора отличаются друг друга не менее чем в одной позиции поэтому утверждается что минимальное расстояние равно единице дальше код с анократным повторением его порождающая матрица это просто вектор из всех единиц его его проливочная матрица это вот такая вот конструкция все согласно с тем что код с повторениями имеет минимальное расстояние н а давайте поменяем места вот эти две матрицы и получим код длины n размерности n-1 с минимальным расстоянием 2 известный как код с проверкой на четкость то есть что значит закодировать данные в таком коде это означает дописать к вектору данных сумму всех его элементов ну если код двоичный то это просто получается бит проверки на четкость вопросы есть? чуть более хитрый код как код кримит давайте выберем в качестве столбцов матрицы h все ненулевые двоичные вектора длины r что у нас получается длина хода n это более 2 в степени r-1 и число двоичных векторов различных размеров это n-r минимальное расстояние такого хода равно 3 ну вот здесь пример проверочные матрицы кода хемминга длины t как убедиться в том что минимальное расстояние этого кода действительно равно 3 для того для того чтобы оно было равно 3 необходимо и достаточно чтобы любые 1 или 2 столбца проверяющие матрицы были линейно-безависимы но существовали 3 линейно-зависимых столбца 1 2 1 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 А у нас, по представлению, они все различные и нулевые, и там дырки. С этим всем согласны. Ну, оказывается, что этот ход является в некотором смысле оптимальным, можно сказать, совершенно, поскольку он лежит на границе хритов, на которой мы на нём стоим. Это было проверочено. Всем домашнее задание, во всех прежде. А бывают другие оптимальные коды? На самом деле, оказывается, что совершенных кодов, кроме кода Хэнринга и кода Галлея, не бывает. Ну и, конечно, можно сказать, про эти коды Хэнринга. Ну и, по поводу заказирования проекта идёт чуть больше. Коды Хэнринга, они были впервые использованы в 1957 году в сети передачи данных, связывавшие наземные измерительные пункты, контролировавшие полёт первого и спуском. Хотя первоначально предложены они были Хэнрингом для целей исправления ошибок на тропократах, в которых он писал свои программы. Может быть, на тропократии он дошёл не сразу, а там с кону-калл-зачем. Ну, про жёсткое и мягкое дисказирование мы уже говорили. Теперь давайте поговорим про жёсткое дисказирование. Рассмотрим дворичный симметричный канал с вероятностью ошибки меньше, чем при целых 30. Как можно представить приумтый вектор по такому каналу? Его можно... Это кодовое слово, которое получается от произведения Х на матрицу Ж плюс вектора 6U. Мы вот получили вот такую вот векцию Y и, думаю, угадаем, а чему же был равен Х. Как можно реализовать этот кодирование? Ну, например, можно взять и перебрать все кодовые слова. Здесь можно перебрать и перебрать все вектор А. Сложность при этом получится порядка 2 в степени К умножить на Р. Что нереализуемо при какой-нибудь разумных значениях К. Давайте сделаем следующее. Давайте мы возьмем вот этот вектор Ж и умножим его на конспонированную проверочную матрицу. Что у нас получится? Ж наше конспонированное, оно равно 2, поэтому в плат кодового слова здесь исчезнет. И окажется, что результат этой операции, называемый вектором синдрома, он зависит только от вектора ошибки Е. А скажите, пожалуйста, это зависимость однозначная или нет? Ну, вы матер, слава, что вы выберете. Матер C желео, такая единая, такая единая. Да, я имею в виду свою зависимость. С, вот и Е. Ну, наверное, да. Ну, даже если она максимальная варанга. Сколько столбцов, сколько строк матрицы H? Столбцов у нее N штук, а строк у нее, ну, скажем так, если она полная варанга, то у нее N минус H штук. То есть вектора Е длины N отображаются в вектора синдрома меньшей длины. Я думаю, что эта зависимость уже не обназначена. Возникает вопрос, а какой же вектор Е следует сопоставить в вектору синдрома P. Давайте сделаем следующее. Давайте рассмотрим всевозможные вектора Е и вычислим соответствующие им синдромы. Отсортируем по весу все вектора Е, соответствующие одному и тому же значению синдрома. И запишем это все хозяйство в такую вот таблицу. То есть в строке здесь пронумерованы различными векторами синдрома, и в каждой строке выписаны те вектора, которые соответствуют вот этому синдрому. Вектора наименьшего веса заклоним вот в этот вот голубой столбик. А как вы вообще раскладываете на губы вектор щитки, если она у вас берется и... Да, у нас двоечные средоечные каналы. Поэтому тут у нас все двоечные. А, тут уже после регуляции. Да. Вот так вектор наименьшего веса, соответствующий какому-то синдрому, называется лидером смежного класса. Это что такое смежное класса? А, тут уже не эквивалентно. О, какое-то отношение эквивалентности. Какое-то отношение эквивалентности. Ага. Все эти вектора, написанные в одной строчке, они эквивалентны друг другу в том смысле, что у них один и тот же синдром. Ну, то есть они образуют смежный... Они образуют класс эквивалентности, но в случае смежных классов лучше говорить об элементах некоторой подгруппы. Так, что такое подгруппы? Что такое подгруппы? Все знают? Ну, можно и так сказать. Ну, как бы там ни было. У нас есть группа векторов длины n посложнее. В ней есть подгруппа... Это тот самый линейный блоковый бот, который выяснили линейное пространство. И если мы возьмем произвольное кодовое сголо, то множество дворечных векторов длины n распадается на различные смежные классы. То есть на различные множества векторов вида e плюс c, где c это всевозможные кодовые слова. То есть каждый смежный класс это какой-то вектор e плюс всякие разные кодовые слова. С этим все согласны. И вот такая вот таблица называется таблицей стандартной остановки. И насколько я понимаю, кто-то уже ее заполнил в мудро. Да? Кроме нее... Что? Что значит в степени? Это не степени, это индексы. То есть номера. То есть вот у нас есть всякие разные кодовые слова в количестве 2 в степени e, q. И вот у нас есть всякие разные вектора e в количестве 2 в степени e, q. И вот каждый вектор e, он где-то находится в этой таблицке. И каждую такую строчку мы отсортировали по весу. И сюда записали вектор агена и меньшего веса. Ну, если самые какие-то есть... Ну, да. Действительно, можно... ...меньшего веса. А вот нет. Зачем сэш-таблицей? Нет. Сейчас вперед. Значит, для того, чтобы организовать декодирование, нам достаточно только вот эти два столбца. Желтый и голубой. Они позволяют сопоставить вектор синдрома, вектор ошибки нет. Но при этом надо понимать, что мы всегда можем ошибиться. И может оказаться так, что канал прошенит не наименьшим, не вектор наименьшего веса из смежного класса, а каким-то другим. И получается, что декодер, он может получить вот такой вот вектор с каким-то вектором синдромом веса. Он может возвратить какое-то кодовое слово из этого смежного класса. То есть... Мы их сначала сортировали по весу и потом только формировали, да? То есть номер от веса независимо. Номер от веса независимо. На самом деле, здесь еще для того, чтобы организовать декодирование, достаточно только вот эти два столбца. Ну а при реализации, это реализуется просто в виде массива, достаточно только вот этот голубой способ. Это если у вас вот такой вот симметричный канал. Так, еще раз, почему это так нужно делать? Мы выяснили, что в дворичном диетричном канале декодирование по максимуму методоподобия и валютное декодирование по кратерию минимального расстояния. То есть нам нужно найти наименьший возможный вектор Е, удовлетворяющий вот такому соотношению, или что то же самое, вот такому соотношению. Именно поэтому мы здесь берем вектор Е наименьшего веса. Ясно? Самый. 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 Здесь вот эта нумерация, она нужна исключительно для того, чтобы показать, что здесь выписаны всевозможные вектора, и сколько векторов Е выписано в каждой стороке. Так что никакого полезного смысла, кроме для иллюстрации этих нумераций. Конечно, это в качестве денег. Да. А я правильно понимаю, что у нас строки могут, у нас прямо не так будет подлиться, или у нас может быть в одной строке больше векторов? Нет. Еще раз. Каждая такая строка – это множество векторов вида Е плюс С. Где С – это пробегает всевозможные кодовые слова. Кодовых слов у нас два в степени кашки. Поэтому здесь в каждой строке одно и то же число. Можете напомнить еще что-то по переходу вероятность? Вероятность ошибки. Вероятность того, что вместо нолик вы получите единицу или наоборот. А может быть больше, чем 0,5? Ну, вообще говоря, может. Если это какой-то очень плохой, очень плох спроектированный канал, если вот такое приключилось, то тогда оптимальным правилом декодирования уже становятся правила декодирования по максимуму расстояния технику. Но это не проще. Так, давайте посмотрим. Снова на вот этот тот самый вот код. Минимальное расстояние у него равно къему. То есть он способен исправить одну ошибку. Что знать нужно? Вот, предположим, произошла у нас ошибка в какой-то позиции i. Чем равен синдром этого вектора ошибки? Синдром это e умножить h с пониженным. Вектор e имеет вес 1. Берема единица сидит на этой позиции. Что получится, если такой вектор e умножить на вот такую этажно-спонированную? Получится и столбец этой матрицы транспонированной. И действительно эти столбцы, они представляют собой просто натуральные числа, выписанные в туличной системе счисления. И получается, что этот синдром, он как раз и будет численно равен номеру той позиции, где произошла ошибка. То есть все ловили. То есть что получается? Получается, что отдельно взятые столбцы этой матрицы h, это как раз и есть вот этот тот, ну, вы столбец, это будет скандартная стандартная стандартная. Понятно? Отлично. Что еще раз? Что еще раз? Вот тот слайд со столбцами и синдромами. Тут фраза в самом конце, что находится в одной статье столбца. А потом будет записывать. Значит, смотрите, что у нас тут получается. Нулевому синдрому что у нас соответствуют? У нас соответствуют кодовые слова. Потому что кодовые слова при умножении на проверочную матрицу дают нуль. Вот это означает, что кодовые слова находятся в нулевой статье столбца. Каждого такого столбца. Как можно по-другому интерпретировать? Если вы приняли вектор y, то вам нужно найти вот этот вот вектор y где-то вот в этой вот таблице и возвратить кодовое слово из этого столбца. Понятно? Можно еще уточнить, это можно не совсем понимать. Вектор y это у нас... Сейчас. Просто на следующем слайде мы говорили о том, что у нас вектор y имеет как бы единицу на этой позиции. Правильно? Да. То есть здесь у нас тоже как бы... Потом мы их экспортировали здесь по весу. То есть вектор y может иметь как 2 единицы, как 3 единицы. Ну, да. А вектор, вообще говоря, случайный вектор. Сколько там единиц по-другому? Так, а почему тогда мы на следующем слайде говорили о том, что вектор y у нас как бы отобразит и пистолет? Здесь мы рассматривали задачу исправления одной ошибки. То есть если вектор y имеет вес 1, то есть он единица сидит только на какой-то одной позиции. То получается, что синдром этого вектора, он будет равен просто и пинусом от сумок, это и матрица. То есть именно для хода кемеров? Да, именно для хода кемеров. Для других хода это вообще случится. А у нас же минимальная по весу ошибки будет отвечать только одну единицу, да? Да. То есть весь голубой столбец это просто вектор, в который подходит одна единица? Да. В случае кода Хейненга тут будут единицы во всяких разных позиции. То есть можно, в принципе, хранить не просто вектор, а просто номер позиции? Не знаю. В данном случае, да. В случае подхода Хейненга. Ну что, я думаю, что, наверное, пора заканчивать. Вопросы есть.